А-а-а! Ура! Всем привет! АЛСУ РАЛИФОВНА САФИНА, ПО МУЖУ АБРАМОВА. Родилась 27 июня 1983 года в татарском городе Бугульма. Семья Алсу довольно богата и известна. Папа Ралиф Рафилович Сафин – сенатор от Республики Алтай в Совете Федерации России, а мама – архитектор. До 9 лет девочка с семьей проживала в городе Коголым Тюменской области, где царил суровый климат и отсутствие продуктов. Там не было даже фруктов, вспоминает певица. Мы покупали такие яблоки в воске, так они дольше хранились, и проросшую картошку. В детском садике на Новый год нам подарили картонные пакеты с апельсинами и шоколадом, которые я ела понемногу, чтобы растянуть удовольствие. А в 5 лет девочке купили пианино, и она занялась музыкой. В 1991 году, когда отец Алсу стал первым вице-президентом нефтяного концерна «Лукойл», семья переехала в Москву. Там обучение Алсу продолжилось в столичных музыкальных и средних школах. Спустя год девушка уехала в США, и через 6 месяцев последовал Копенгаген, а потом Дания, где певица прожила меньше двух лет. А позже она поступила в британский колледж MPW в Лондоне и училась там основам ведения бизнеса, математики и рисованию. 14-летней девчонкой вернулась в Москву, но только на год, а потом она снова уехала в Лондон. Впервые певица вышла на сцену в летнем лагере в Швейцарии. Подруга Ольга заставила девушку спеть песню Уитни Хьюстон «I will always love you». Застенчивая Алсу не мечтала о сцене и не связывала свою жизнь с шоу-бизнесом. Но спустя 5 лет на свадьбе брата она снова спела. Тогда мама показала дочку-продюсеру, который сразу рассмотрел в ней талант. Дебютный видеоклип Алсу под названием «Зимний сон» моментально стал хитом и визитной карточкой певицы. После выхода ролика девушка проснулась знаменитой. Ей выпала честь быть представителем России на международном конкурсе песни Евровидения в Стокгольме. Эта юная и хрупкая девушка, за которой стояла вся страна, уверенно и достойно выступила. Впервые исполнитель из России занял второе место. С того времени о Балсу заговорили во всем мире. И, конечно же, это все помогло ей неплохо заработать. Годовой доход певицы от выступлений колеблется между 850 тысячами долларов и до 1,2 миллионов долларов США. По опубликованным данным, стоимость ее активов в 2020 году составляет от 2,3 до 5 миллионов долларов США. Неудивительно, что живет одна из самых ярких представительниц богемы сразу в шести домах. Еще в 18 лет родители подарили Алсу апартаменты на Никитском бульваре. Но звезда не считает их уютными и редко проводит там время. Вторую квартиру родители купили дочери в Лондоне, когда она там училась. Не слишком роскошную, но девушка сама придумала интерьер, сделав ее уютной. Изюминкой в этой квартире стали панорамные окна, из которых можно наслаждаться видом города. У единицы актрисы имеет возможность на даче, которая находится под Москвой в элитном районе. Дом наполнен особой атмосферой гармонии за счет деревянной отделки и хорошей мебели. Уже в совместном браке Алсу приобрела квартиру в Триумф Пласс. Здесь звезда испытывает непередаваемое удовольствие, любуясь из окон на 57 этаже панорамы и улиц Лондона. Еще на Крымском полуострове радует свою хозяйку маленький рай. Сказочные апартаменты с кортом, конюшней, бассейном и даже личным портом. Ну и, конечно, самым роскошным владением считается дом на Рублевке. Это поистине дворянское поместье, отделанное мрамором и наполненное антиквариатом, которое не оставляет равнодушными гостей. Дом выполнен в восточном стиле с характерными башенками, внутренним двориком с бассейном и фонтанчиком возле него. Но не только жилье у певицы элитное. В гараже Алсу несколько автомобилей и все они премиум класса. На светские мероприятия девушка приезжает на внедорожнике Infiniti QX80. Этот автомобиль выделяется на дороге и привлекает к себе внимание своими внушительными габаритами и экстерьером. Еще один красавец в гараже звезды – это Mercedes-Benz GL-класс. Комфортный, надежный, с весьма достойными характеристиками кроссовер немецкого производителя, весьма популярен в России. Просторный салон вмещает 7 человек. Его отделка выполнена деревом, кожей, карбоном и мягким пластиком. Цена такого авто около 4,5 миллионов рублей. Конечно, в этой роскоши Алсу живет не одна. Сейчас у нее счастливая семья. Но из-за постоянных концертов у певицы долгое время не завязывались романтические отношения. Тогда подруга Ариана решила познакомить Алсу со своим другом – солидным бизнесменом и сыном банкира Яном Абрамовым. Позже сама артистка призналась, что мужчина покорил ее в первый же вечер своей внимательностью. Но ключевым моментом стало то, что Абрамов – виртуоз в игре на фортепиано. В свою очередь, Ян искал серьезную и хорошо воспитанную девушку. И Алсу, воспитанная в строго верующей семье, тронуло его сердце. Свадьбу сыграли через несколько месяцев в самом дорогом ресторане Москвы. Молодоженов поздравляли мэр Москвы, звезды шоу-бизнеса, элита общества. В общей сложности около 600 гостей. Родители и гости подарили паре деньги, загородный дом в Москве, ювелирные изделия и автомобиль Бентли. А медовый месяц влюбленные провели на острове Фиджи. Девушка призналась, что всегда мечтала о пышном торжестве и была счастлива в этот день. Супруги счастливо растили детей, пока не случился неприятный инцидент, который получил широкую огласку в прессе. У певицы нашелся поклонник, который слишком настойчиво писал девушке, что очень ее напугало. Интернет-преследователь распространял в сети фото и информацию, что Алсу не замужем и на самом деле его невеста. Звездная семья даже обратилась за помощью в правоохранительные органы. Ранее певица уже переживала подобный случай. Еще в начале карьеры она была вынуждена усилить охрану, потому что некоторые фанаты были слишком навязчивыми и очень беспокоили звезду. К счастью, проблему удалось решить. Надоедливого поклонника обезвредили и выдвинули обвинение. В настоящее время для певицы Алсу большое значение имеют дети. У них с мужем их трое. Пара растит двух дочерей Софину и Микеллу, а также сына Рафаэла. Певица часто делится совместными фотографиями с дочками, а вот сына предпочитает не показывать. Как-то Алсу с помощью прямого эфира в Инстаграм общалась с поклонниками, и их внимание привлекла футболка с изображением чебурашки, в которую была одета звезда. Алсу призналась, что она хотела порадовать сына, ведь это его любимый персонаж из мультфильма. Случается, что известные персоны попадают в эпицентр скандалов. Это произошло и с Алсу. Ее дочь Микелла победила в шоу «Голос дети». Но зрители и даже кое-какие представители шоу-бизнеса усомнились в честности победы. Алсу упрекнули в том, что она использовала свои социальные сети, и даже купила рекламные посты в Инстаграм Филиппа Киркорова, Ольги Бузовой и других известных людей. После расследования, которое провел Первый канал, был зафиксирован факт накрутки голосов. Результат финала аннулировали, а репутация Алсу была запятнана. Сама певица ситуацию не комментировала. В результате победителями детского сезона признали всех финалистов. Но Микелла не стала сниматься в переснятом финале шоу. Не так давно известная певица решила порадовать дочерей Софину и Микеллу милым подарком. Звездная мама купила девочкам нового домашнего питомца. Исполнительница преподнесла дочерям белого кролика, которого назвали Снежком. Несомненно, малышке в восторге от пушистого друга. А недавно знаменитость обзавелась еще одним домашним питомцем. Девушка стала хозяйкой крохи породы Тедди Док или Микропудель. На фото в соцсетях малыш таракотового окраса проказничал на руках у хозяйки, которая сообщила «Знакомьтесь, это мой дружок с простым именем Гуччи». Подписала снимок Алсу. В повседневной жизни Алсу одевается в джинсы и кроссовки. Как истинная женщина, она испытывает слабость ко всему мучному и сладкому. А для поддержания стройной фигуры с идеальными формами занимается спортом. Поклонники, реагируя на снимки в Инстаграм, называют ее лучшей моделью и говорят, что она похожа на куколку. Стоит заметить, что немногие знаменитости рискнут показаться в соцсетях без макияжа. А вот 37-летняя певица выложила фото, как она сказала «Аля натурель». Подписчики отметили, что она выглядит одинаково замечательно как с макияжем, так и без него. И даже сравнили ее с 18-летней девушкой. Алсу признает, что делает уколы красоты и другие процедуры по уходу, из-за чего имеет молодой и свежий вид. В одном из интервью певица рассказала Ксении Собчак. «Я делаю витаминчики для кожи, увлажнения, делаю ботокс и гиалуронку тоже делаю». А вот слухи о пластике звезда всегда опровергала.